любовь означает возможность прощать но вот смотрите какие виды любви бывают вот допустим если взять любовь к ребенку то бог как ее сделал мать видит в ребенке душу вот муж женой когда они встречаются мужчина женщина влюбляются они душу друг друга видит видит точно так же в начале все точно так же вот женщина она когда рожает ребенка она видит в нем кого душу означает святого женщина они по-разному это объясняют город у меня индиго ребенок родился значит назвали бундеркиндом если спросить у женщину не всей у всех женщин одной тоже индиго родился чё это толком никто не знает означает очень особенный ребенок такой не как у всех почему она такого увидела потому что она увидела душу в этом человек поэтому он и особенный а так если посмотреть на всех людей все люди особенные хоть дети хоть взрослые под старики душа здесь но невозможно увидеть просто так это бог дает матери возможность увидеть душу и она поэтому всю жизнь его любит потому что она видит его такими глазами всю жизнь своего ребенка и мужчина женщина когда они влюбляются они тоже друг друга видит душу точно так же но потом это все закрывается причина закрытия заключается в том что между матерью и ребенком строится чистые отношения что значит чистые отношения это значит что в них нет секса понимать когда в отношениях нет секса то это чистые отношения не сохраняют с чистыми на всю жизнь. Но если в отношениях появляются грубые, вот эти вот половые отношения, грубые отношения, эксплуатация тела друг друга появляется, вот тогда любовь чистая и светлая закрывается. Понимаете? И люди начинают думать, почему-то он меня не любит. Они не видят, что они сами уже поменяли отношения к человеку. Они думают, что он меня не любит. И для того, чтобы ее опять открыть, эту чистую, светлую любовь, для этого нужно учиться возвышенным отношениям с близким человеком. Это невозможно по факту в личной жизни. Поэтому для того, чтобы человек возвышенное отношение с близким человеком строил, или почувствовал в нем душу, или любовь настоящую почувствовал, для этого нужна духовная жизнь, нужна природа, нужны добрые друзья. Вот это все нужно. Это целый путь надо пройти, чтобы пройти вот эти три стадии любви. Первая стадия принятия близкого человека. Ты уже придешь домой, и тебе нормально. Почему? Потому что ты ко всему привыкла, все приняла у него. Почему ты привыкла? Потому что ты хотела жить вместе. И все приняла, все. Теперь он ругаться не надо, потому что ты уже нормально ко всему относишься, понимаешь его как человека. Вы говорите, а где же здесь любовь-то? Любовь на этой стадии она не видна. Счастье не дает особого, но дает спокойствие, по крайней мере можно дома отдыхать, не ругаться. Вторая стадия любви называется уважение. Что такое уважение? Вот человек решил все-таки жить так, чтобы видеть хорошее в близком человеке, а плохое стараться не замечать. Вот вы, допустим, мне задаете вопрос, допустим, вот у меня такой-то человек, и начинаете говорить о нем плохое что-то, да? Да, вопрос задаете. Это значит, что вы до этой стадии уважения любви не дошли. Потому что те люди, которые дошли, они сначала говорят, что за человек, то есть хорошее в нем рассказывают, а потом уже говорят, что с этим делом, говоря о плохом. Но если человек говорит сразу о плохом, он хороший, а не рассказ, значит, что он не любит этого человека. У него нет к нему любви. А это значит, что ничего уже не сделаешь в отношении. То есть нужно стремиться к этой любви. Надо понимать, что ты особо не любишь, ты ждешь любовь. Это разные вещи. Ждать от человека любовь, это любовь за знаком минус, или называется привязанность. Привязанность это, ну, это, вот, допустим, есть, есть вонючие зубы, а есть свежие. Зубы одни и те же, да? Но только одни воняют, а другие пахнут зубной пастой, да, чем-то хорошим. Так вот, привязанность это вонючая любовь, понимаете? Это то же самое, но только не такое, а наоборот. Люди свою воспринимают привязанность как любовь. Вот я его люблю, женщина говорит, я его люблю. Что это значит? Жду от него наслаждения. Это называется привязанность. Что значит люблю? Значит, жду, когда он мне будет цветы дарить, мне хорошо будет, когда он будет то, сё для меня делать. Это называется, я его люблю. Это не любовь, понимаете? Это любовь вонючая. Называется привязанность. Она вызывает, что? Скандалы, конфликты, злобу. Настоящая любовь, которую душа проявляет в этом мире, это любовь в служение. Любовь в служение, первая стадия, принятие человека. Вторая стадия, уважение. То есть я начал видеть в человеке, что? Хорошее. Вот я в своей жене начал видеть хорошее, я смотрю на неё, вижу чистоту. Понимаете? Это и есть любовь настоящая. Она вечное отношение создаёт между людьми, не хочется бросать друг друга. Третья стадия любви называется верность или искренность. Люди как бы очень глубоко понимают друг друга и не хотят уже быть, и даже знают, что спасибо Господи, что мы вместе. Всё. Это верность уже, третья стадия любви. И сердце чистое, светлое, память о близком человеке. Вот это настоящая любовь. Это жжение. Давай, я хочу вот это. Это не любовь, это влюблённость. Но большинство людей, они именно влюблённости хотят. И когда влюблённость заканчивается с кем-то, они ждут новой влюблённости. И это значит, что они всегда будут прыгать с ветку на ветке, как обезьянка. Да, сравнивается с веткой обезьянки, они на каждой ветке новых партнёров встречают. Понимаете, почему они прыгают с ветки на ветку? Потому что они не хотят любви, они хотят наслаждаться жизнью. Вот если ты живёшь с кем-то, приходит время, и влюблённость заканчивается, и жить уже незачем. Мы вот с ним живём, Олег Геннадьевич, как чужие люди. А почему вы как чужие люди-то живёте? Потому что вы никогда любовь не культивировали. Вы просто ждали влюблённость друг от друга, кончилась, вали отсюда. Следующий. Кончилась влюблённость со следующим? Следующий. Причём, влюблённость кончается в геометрической прогрессии. Вот с первым, допустим, за 15 лет кончилась, со вторым за 10, с третьим за 5, с четвёртым уже там за год и так далее. То есть она очень быстро может кончаться влюблённость в конечном счёте. Влюблённость — это то, что мы хотим, понимаете? Потому что любовь, это такая трудная штука, люди часто даже не понимают, о чём речь вообще идёт. Они даже не могут это почувствовать и понять, что такое настоящая любовь, которая заслуживает того, чтобы в следующей жизни опять вместе быть. Такое возможно, если ты достиг этой настоящей любви, которая называется верность.